Привет! Это снова Велина Риянова, проект 80 баллов. Разберем задание на качественные реакции. Но для начала, что такое качественные реакции? Это реакции, которые позволяют доказать присутствие или наличие какого-то вещества или иона в среде, или наличие какой-то функциональной группы. То есть мы можем смешать какие-то вещества, и там что-то произойдет. Например, выпадает осадок, меняется цвет, или же выделяется газ, или мы запах какой-то почувствуем, или мы добавили твердое вещество, оно растворилось. Для нас это качественная реакция, потому что мы своими глазами можем увидеть какое-то изменение. То есть не количественно, когда мы взяли, померили концентрацию исходных веществ и продуктов, и какие-то сделали выводы на этом, а именно качественно. Мы просто увидели, что что-то изменилось. Прямо сейчас можно сделать даже такой опыт, именно качественную реакцию у себя дома. Взять, например, какую-нибудь колбасу, сосиски, попробовать туда капнуть спиртовой раствор йода. Сам спиртовой раствор йода, он такого бурого цвета, такого коричневенького, и если капнуть его на колбасу, там сосиски, если они посинелят, значит там есть крахмал. Значит там даже мельчайшее количество крахмала покажет. Потому что качественная реакция на крахмал, это углевод, это взаимодействие как раз с спиртовым раствором йода. Или же можно, например, взять картошку и капнуть на картошку, это спиртовой раствор йода. Там точно 100% посинеет, потому что в картофеле точно есть крахмал. А вот в колбасе-сосисках хорошо было бы, чтобы там не было крахмала, а было только мясо. Но мы перейдем к нашему заданию. Значит здесь нам даны вещества. То есть мы представляем, что в одной пробирке у нас находится хлорид ртути. То есть допустим вот у нас две пробирки, да, в одной у нас хлорид ртути, а в другой у нас хлорид цинка. И мы сюда, да, они у нас одинаковые, да, мы их никак различить не можем. Здесь какой-то раствор и здесь какой-то раствор одинаковые. Мы к ним должны что-то добавить, что нам поможет различить их. Раз у них одинаковые кислотные остатки, значит нам нужно различить ион ртути от иона серебра. Смотрим, что у нас здесь представлено, да. Мы можем добавить, например, медь. Почему? Потому что медь активнее, чем ртуть, и медь вытеснит ртуть из этой соли. А вот цинк она не вытеснит. То есть так получится, что если мы добавим сюда медь, и сюда, и сюда, то вот здесь они вообще никак не прореагируют. То есть медь это какое-то твердое вещество. Мы его в раствор кидаем, и медь просто останется нерастворенной. А здесь она растворится, потому что тут будет протекать реакция. Это образуется кукром хлор-2 и ртуть. При этом мы будем видеть именно изменения цвета, потому что ртуть она красного цвета. И медь она красного цвета. И ртуть здесь осаждается. То есть будет меняться цвет, и при этом мы увидим вообще в принципе растворение меди для начала. Поэтому здесь будет правильный вариант второй. Если посмотреть на остальные варианты, лакмус и фенолфтылин это индикаторы. Это такие вещества, которые меняют свой цвет в зависимости от того, в какой среде они взаимодействуют. Нейтральный, кислый или щелочной. Чтобы проверить, какую кислотность имеет ваша кровь, можно использовать как раз индикатор. И в зависимости от того, какого цвета, да, там красненький, зелененький, желтенький, да, то есть там разные цвета есть на этой полосочке. Можно определить, да, красненький, синенький, соответственно фиолетовый, там, например, какая среда будет, да, нужно съесть какие-то продукты, допустим, кушать, которые более щелочные или, например, более кислотные. Так вот, лакмус и фенолфтылин это индикаторы. Здесь они не помогут, потому что и тут, и тут кислая среда, потому что оба основания у нас слабые, а кислота сильная. Поэтому здесь этот вариант не подойдет. С кокровым хлор-2 они один из них не прореагируют, и с натрий-хлор тоже, потому что хлор-хлор. Алюминий хлор-3 и калий-хлор. То есть, опять же, мы представляем, что у нас в одной колбочке алюминий хлор-3, другой у нас калий-хлор. Опять же, хлориды у нас одинаковые, нам они не помогут различить эти вещества. А вот ион алюминия, ион калия можно. Ион калия со всеми ионами растворимый. То есть, на него можно вообще здесь не обращать внимания, нужно именно искать качественную реакцию на ион алюминия. А ион алюминия здесь, он вообще со щелочами реагирует. Со щелочами, потому что это амфотерный металл, и его соединение в щелочи полностью может раствориться. Но тут вообще щелочи нет. И вот здесь как раз-таки нам подойдет именно среда, определение среды. Потому что калий-хлор, здесь и сильное основание, и сильная кислота, здесь будет среда нейтральная. А здесь вот будет среда как раз-таки кислая, потому что алюминиевая штричда, это у нас слабенькая часть. Кстати говоря, про это я как раз рассказывала на курсе, да, это тема именно гидролиза. По какой части идет гидролиз, по сильной, по слабой, да, то есть по слабой части у нас идет гидролиз, по сильной части мы определяем, какая у нас здесь будет среда. То есть здесь среда будет кислая, потому что у нас кислота сильная, аж-хлор. И здесь мы можем применить лакмус, потому что лакмус в кислой среде будет иметь красный цвет. Мы поместим вот этот вот индикатор в обе пробирочки, и здесь лакмус станет красненького цвета, да, у нас лакмус станет красненького цвета, а здесь он останется фиолетовым. Так, у меня фиолетового цвета нет, конечно. А здесь он останется фиолетовым, потому что среда здесь нейтральная. Фенолфтылин почему не подходит, хотя это тоже индикатор. Фенолфтылин это индикатор только на щелочную среду. То есть кислый и нейтральный среди, он бесцветный, он не показывает там никакую окраску. Дальше, ашфлор и аш йод. То есть у нас в двух пробирках будет в одной ашфлор, в другой аш йод. Мы смотрим, какие вещества подходят. Лакмус и фенолфталин здесь не помогут, да, лакмус и там, и там будет красный, фенолфталин и там, и там будет бесцветный. Медь не реагирует ни с ашфлор, ни с аш йод, потому что медь это металл после водорода, она с такими кислотами не взаимодействует, она не вытесняет водород. С натрий хлор не реагирует, потому что будет всё, всё, образуется всё растворимое, а вот с купром хлор-2 прореагирует именно аш йод. Здесь будет окислительно-восстановительная реакция, будет купром йод, йод-2 и вода. Я не расставляю здесь коэффициенты, но суть в том, что купром йод-2 не существует, и поэтому здесь будет купром йод, йод-2 и вода. И при этом будет изменение цвета, будет вообще в этой реакции у нас йод осаждается, и ещё купром йод тоже выпадает в осадок. Получается такой раствор цвета детской неожиданности, такой жёлто-коричневого цвета, вот за счёт как раз-таки образования йода. Но если будет более концентрированный раствор, то он будет более таким коричневым, бурого цвета, и купром йод ещё осаждается, поэтому раствор будет таким ещё там, купром йод ещё будет плавать. Соответственно, в этой пробирке вообще ничего не произойдёт, а в этой пробирке у нас изменится цвет раствора, ещё и выпадут осадки, которые мы, конечно же, увидим. Поэтому здесь купром хлор-2 подходит. И последнее, H1O3 и H2SO4, две кислоты, только H1O3 и разбавленная концентрированная это кислота-окислитель, а серная кислота, она разбавленная не кислота-окислитель. Поэтому вот здесь смело можно выбирать как раз-таки медь, потому что медь с серной разбавленной реагировать не будет, потому что, опять же, она вот почему сошхлоры сошьёт, не реагирует, потому что она находится после водорода в электрохимическом ряду напряжения, и вот с такими кислотами реагировать не может. Только с кислотными окислителями, например, вот с азотной кислотой и с разбавленной концентрированной, да. Если к меди добавят азотную кислоту, то образуется нитрат меди, если это концентрированная кислота, то будет NO2, если это разбавленная, то NO и водичку. Правильный ответ здесь будет 2, 1, 3, 2. И на курсе, когда мы рассматриваем каждый элемент, металлы, не металлы, то обязательно отмечаем, какие качественные реакции существуют на этот ион или на это вещество. На газы, например, да, тоже есть свои качественные реакции, потому что это на практике применимо, это очень важно, это в плане экспериментальной какой-то части очень важно. Ну и, конечно же, в заданиях, да, например, во второй части, в описании, допустим, и в задачках, и в задании на взаимосвязь на органических веществ дают много подсказок, например, что там выпал осадок красного цвета, или, например, там выделился газ. То есть это все качественная реакция, и мы все проходим на курсе. Поэтому, если тебе понравилось видео, то подписывайся на мой инстаграм, Эви Репетитор, и переходи на сайт 80 баллов, где ты можешь пройти курс от и до, изучить химические свойства неорганических веществ, органических веществ. Ведь качественные реакции встречаются не только в неорганике, но их очень много в органической химии. И, конечно же, мы будем не только изучать теорию, но практиковаться на актуальных заданиях ЕГЭ. Удачи тебе, и встретимся в следующих видео. Продолжение следует...